Постояльцам дома престарелых помогли прийти к гармонии и разобраться в собственных чувствах. Для мастер-класса по арт-терапии в Капитоновском доме престарелых и инвалидов использовалась экологически чистая краска. С подробностями Евгения Андросова. В актовом зале дома для престарелых и инвалидов поселка Капитоновка, чтобы прикоснуться к прекрасному, собралось около 30 пациентов. В рамках года добровольца и волонтера в России компания «Беге» решила провести благотворительный мастер-класс по арт-терапии. Цель нашей компании, арт-терапии, это привнести яркие краски в обыденную жизнь нашу. И чтобы наше незащищенное население чувствовало себя как-то лучше, радостнее, чтобы каждый день у них был наполнен новыми яркими красками. Профессиональный художник-дизайнер Евгений Кононов сам лично подготовил фигурки в виде лошадки, оленя, лося и быка. Перед ним стояла задача – сначала показать результат, потом походу советовать. Участникам предстояло самим выбирать цвета краски и фантазировать. Я увидел, что люди тут очень веселые, добрые, они стали более эмоциональными. Но вначале были они такие спокойные, а сейчас они веселые. И у всех свой взгляд на эту картину. У всех разные цвета, и здесь очень интересно и очень хорошо. Арт-терапия имеет много видов – использование музыки, сказок и даже песка. А жители дома для престарелых и инвалидов прошли мастер-класс по изотерапии. Она дает возможность выходу внутренним конфликтам вовне, помогает понять собственные чувства. Они очень помогают поддерживать мышечный тонус. И, конечно, в целом такие занятия повышают настроение, тягу к жизни. Естественно, им это интересно. Такие занятия мы очень приветствуем. Арт-терапия положительно влияет на психоэмоциональное состояние пациента. Для жителей Капитоновского дома-интерната были выбраны нетоксичные краски для мебели. Краски не пахнут и быстро сохнут, поэтому за короткое время участники сотворили прекрасные рисунки. До этого мастер-класса они учились вязанию и бисерплетению, что тоже положительно повлияло. Мой любимый – голубой. Поэтому у меня и платья все голубые. Ну, раньше я рисовал в школе. Это как природный, даже можно сказать, в свой школьный где-то рисую. Все остались довольны таким позитивным мероприятием. Так жители дома для престарелых и инвалидов встретили весну. И напоследок, конечно, фото на память. Евгения Андросова, Григорий Охлопков, Якутск. Субтитры создавал DimaTorzok